Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители, 17.36 на студийных часах Медиа Информ, четверг, Игорь Киселев в студии, я рад вас приветствовать. Всех поздравляю, сейчас на этой неделе, наверное, с каждым днем можно поздравлять христиан, поздравляю с чистым четвергом, это особенный день в календаре верующих, поэтому тем, кого он касается, я вас поздравляю. Рад приветствовать мою гостью Ирина Тымах, юная, очаровательная девушка и, тем не менее, директор предприятия с сложным названием, коммунальное предприятие, торговый информационный центр города Одесса. Туристический информационный центр, я тут сразу оторговлю, в Одессе живем. Итак, насколько я понимаю, суть этого предприятия сделать туризм в Одессе самым привлекательным и замечательным делом для нашего города, я правильно понимаю? Ну, совершенно верно, да, наше предприятие было создано как имиджевое предприятие города с целью обеспечения туристов наиболее полной и достоверной информации о всем, что происходит. Туристов физических лиц или речь идет о туристических предприятиях каких-то? Нет, имеется в виду турист, живой турист, нормальный турист, который приезжает в наш город ежегодно, конечно. Вот, ну понятно. Понятно, почему встретились, понятно, почему говорим. Конец апреля, с мая в Одессе традиционно начинают отсчитывать туристические сезоны, учитывая сложную ситуацию в стране, без относительно возникновения причин. Что вы, как профессионалы, ожидаете от этого сезона? Мы сохраним количество туристов, может быть, умножим, будут ли проблемы, какие оценки? Ну, по сравнению с прошлым годом, конечно, прогнозы неутешительны. Почему? Потому что есть определенные проблемы. Сейчас ведется информационная война, как вы знаете все, и если бы телеканалы и журналисты нам помогали в поддержании имиджа нашего города, и в поддержании, ну, вида, что у нас все спокойно, у нас на самом деле в Одессе все спокойно, у нас не происходит никаких убийств, у нас не ходят, не грабят на улицах, у нас все нормально, и вы, как средство массовой информации, должны были бы нам, конечно, помочь в этом. Ну, вот уже буквально начинаем помогать. Вот уже буквально прямо в этот момент. Замечательно. Конечно, конечно, сейчас отменяются судозаходы, мы боремся с этим, мы стараемся проводить информационную какую-то, политику, да, мы разговариваем с предприятиями, мы разговариваем с компаниями туристические, чтобы показать им, что у нас все спокойно, чтобы они не отменяли ни круизные лайнеры, ни тем более какие-то туристы индивидуалы, мы должны их всегда поддерживать и показывать, что у нас все хорошо и все замечательно. Что для этого мы можем сделать сегодня? Понимаете, вот сейчас мы же говорим, по сути, с одесситами, то есть мы все согласны с тем, что у нас спокойно. Что может сделать Одесса для того, чтобы люди сюда все-таки ехали? Это, насколько я понимаю, в основном проблема в туристах из России и Белоруссии? В основном да, конечно. Я хочу привести пример. Допустим, вчера у нас проходил пресс-тур, нам приезжали журналисты и репортеры из Белоруссии, их было 13 человек, и они приехали к нам с такой проблемой, рассказывая нам о том, что вот смотрите, у нас в Белоруссии есть всего три канала российских и три канала белорусских, и один украинский. Везде и там, и там, и там показывают одни ужасы. Нам ехать страшно, но вот мы приехали проверить, все ли у вас нормально, все ли на самом деле так тихо и спокойно, как вы нам преподносите это. Приехать к нам, они убедились в том, что да, действительно, Одесса — это обособленное место такое, в котором люди живут и продолжают жить своей жизнью спокойно, все у нас замечательно, и туристы у нас еще ходят где-нибудь пока. Поэтому они к нам обратились с такой просьбой, чтобы мы на самом деле поддержали информационно их, чтобы мы доносили до их жителей, белорусов, что у нас на самом деле все в порядке, не только в городе, но и на подъездах к городу, на дорогах, то есть с Белоруссии до Одессы. То есть имеется в виду, что многие ездят автотранспортом? Конечно, в основном это автобусные, да. А им-то приходится ехать, получается, через Восточную область, или эта проблема каким-то образом решается в Белоруссии? Ну вот сейчас мы как раз будем совместно с департаментом заниматься решением этой проблемы, потому что это не наша компетенция, а департамент культуры и туризма, конечно, больше может оказать им помощь и помочь в этом плане. Уважаемые телезрители, 737-7310, телефон прямого эфира, он у вас на экране, звоните, задавайте Ирине ваши вопросы. Ира, что это для города? Сколько туризм с вашей помощью, с помощью коммунального предприятия, с помощью департамента? Ну, давайте для сравнения, заработал в прошлом году, и на какую цифру вы рассчитываете в этом? Не касаемо туризма, туризма как такового в плане туристов, в процессе создания туристического информационного центра у нас создан отдел туристической инспекции. Допустим, в казну города поступило в 2011 году 1,6 млн грн. от уплаты туристического сбора отелями нашего города. А в 2013 году, когда уже начало работать полным ходом отдел туристической инспекции наш, в казну поступило 2,454,000, то есть, считайте, в половину увеличились показатели. И это все напрямую поступление в бюджет, конечно. То есть это то, что делаете вы? То есть получается, что, в принципе, город зарабатывает от отелей, от наполнения отелей? От туристов, которые приезжают к нам. Опять-таки, мы не ведем какую-то политику против бизнеса, наоборот, мы пытаемся поддержать наш бизнес, туристический бизнес. Это деньги, это 1% туристического сбора, который оплачивают отели с каждого койка места, допустим, заполненного на данный момент. Такая интересная штука. Я знаю, что в Белгороднестровском районе частные отели — это большая головная боль. То есть они, получается, отбирают туристов у баз, которые зарегистрированы. То есть человек просто строит там трехэтажный особняк. По сути, это гостиница, но как гостиница не оформлена. Естественно, нет туристического сбора, там каких-то коммунальных платежей. Такая проблема в Одессе есть? Есть, конечно. И именно с этой целью, опять-таки, наша туристическая инспекция была создана для того, чтобы мы постоянно контролировали возникновение новых мест, вот такого временного проживания. Наши инспектора постоянно этим занимаются. У нас количество отелей увеличилось тоже, опять-таки, в половину. То есть ваша организация — это самая вредина, которая приходит и говорит, вот сколько у вас, сколько мест, вот мы хотим денег. Мы не хотим денег. Нет, мы в бюджет не имеем. Конечно, у ваших этих денег нет, но деньги поступают в бюджет города. Нет, наша задача — разъяснить предпринимателям, что лучше работать честно и нормально, потому что мы приходим и объясняем, придет налоговая и оштрафуют. Ну, есть разница, правильно? То есть вы больше предупреждающий шаг. С вами город уже желает общаться. Добрый вечер, вы в эфире, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Ирина, мне интересует вопрос, я хочу стать гидом. Как я могу сделать это? Есть ли возможность сейчас... А сколько вам лет? Мне 18 лет. О, 18 лет хотеть стать гидом, здорово, отвечайте. Смотрите, у нас на базе государственного предприятия учебно-консультационный центр Департамент культуры и туризма создал филиал этого учебно-консультационного центра. И у нас проходят занятия, мы действительно обучаем гидов, мы имеем возможность предоставить вам обучение. Вы должны прийти к нам в наш головной офис. Туристический информационный центр находится на улице Польский Спуск, 10, бывшее управление рекламой. Вы можете позвонить нам по телефону 725-1717 или 725-0707, и вы получите полную информацию о школе. Давайте уже рассказывайте, сколько курсов, сколько времени надо будет учиться. У нас есть курсы повышения квалификации, на них могут прийти гиды уже с опытом, которые имеют все разрешительные документы. Тогда они должны принести дипломы, они должны принести все сертификаты, которыми они обладают, ну, естественно, паспорт, код и заключаем договор официальный. Такие курсы стоят 500 гривен и продолжительностью полтора месяца они. Если человек не имеет диплома или не имеет образования в плане гида-экскурсовода, мы можем предоставить ему возможность учиться на начальных курсах. Это стоит 3000 гривен с возможностью как бы проплаты там помесячно. Обучение проходит 2,5-3 месяца. Это и практические занятия, это и лекционные занятия. У нас ведут занятия лучшие краеведы, представители музеев, доктора наук, приезжают киевляне, начитывают лекции, ну, установочные. А киевляне-то здесь при чем? Ну, это государственное предприятие киевское. Не, ну, я все понимаю. Вот у них здесь есть собственный филиал, да, основные есть базовые понятия. Ну, и что киевляне знают настолько Одессу, что вот... Нет, я же говорю, это только установочная лекция. То есть есть определенные позиции, которые любой гид-экскурсовод должен знать, правильно? Ну, как бы, естественно, Одессику они не могут нам рассказывать. Понятно. Что ваше предприятие дает Одесситам? Ну, вот, я не знаю, приехал турист, его можно к вам отправить, понятно, он получит какую-то консультацию. Что еще? Кроме консультации для наших местных Одесситов? Нет, ну, для кого угодно. Для кого угодно? Вы понимаете, я смотрю на эту штуку как. Вот есть много разных программ. Кто-то там продвигает туристический этот значок Одессы с якорем. Лично мне он, кстати, не нравится. Ну, вот, продвигает его, и слава богу, хоть как-то продвигает. Ну, я честно. Честно говорю, это такая вкусовщина, да. Кто-то продвигает отельный бизнес как таковой, да, и продвигает наши отели. И рассказывает, насколько это все здорово и как. Что для одесситов, ну, вот, которые там занимаются туристическим или околотуристическим каким-то бизнесом, да, чем вы еще можете помочь? Ну, давайте теперь по порядку. Давайте по порядку. Начнем с значка. Значит, значок «Якорь сердца» — это туристический логотип. Да. Одним из держателей туристического логотипа как раз являемся мы, туристический информационный. То есть именно коммунальное предприятие, а не город. У нас есть город, и у нас есть ассоциация туризма, да, ну, то есть студия Артемия Лебедева был разработан этот вот туристический логотип и подарил городу. Но есть некая ассоциация туризма Одессы, и одним из соучредителей является туристический информационный центр. То есть мы являемся держателем этого туристического логотипа. Его использование вне коммерческих целей абсолютно разрешено, то есть в свободном доступе. То есть любой его может использовать. А что является коммерческими целями? Если я, допустим, рядом с отелем его повесил, да, для привлечения? Нет, это не коммерческая цель. А что коммерческая цель? Это наоборот, это для продвижения, как бы, да, туристической отрасли. Я тоже считаю, что это логично. Это классно, это замечательно. Если вы, допустим, будете выпускать сувенирную продукцию какую-то или рекламную, да, и на этом зарабатывать деньги, то это нужно согласовывать с нами, опять-таки, с туристическим информационным центром, для того, чтобы, ну, понимать вообще, куда он будет использоваться. Потому что сейчас вы можете видеть этот значок «Я люблю Крым» и в интернете на всех других странных сайтах, которые вообще, ну, как бы, не совсем корректно было бы использовать этот логотип. Понятно. Со значком разобрались, с остальным позже, потому что звонок. Добрый вечер, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот есть такой вопрос. Как вы общаетесь с жителями города? В смысле? В смысле, на каком языке? Нет, нет, нет. Скорее, вот, ваше коммунальное предприятие, оно, по сути, существует не только для туристов, как я понимаю, но и также для одесситов. Какую пользу вы приносите для жителей города Одесса? В продолжаем пользу. Как все здорово. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мы общаемся с жителями нашего города посредством социальных сетей. У нас есть страницы и ВКонтакте, и на Фейсбуке. Какую пользу мы приносим? У нас есть, у нас постоянно составляется календарь событий, во-первых, то, что происходит в городе. Мы постоянно вывешиваем информацию и в соцсетях, и на рецепшене у себя выкладываем все, что происходит в нашем городе. Сайт какой-то есть? И сайт у нас есть, да, Одесса Туризм. Это городской или отдельный? Одесса Туризм, как говоришь? Одесса Туризм.орг. Это наш туристический сайт. На этом сайте есть вся информация и об отелях, и о ресторанах, вплоть до среднего чека каждого ресторана. А для ресторанов это платное размещение информации? Нет, бесплатное, абсолютно бесплатное, да, конечно. Мы пытаемся всячески продвигать туристический бизнес города, мы его поддерживаем, помогаем как-то, ну, потому что мы должны действовать вместе. Для того, чтобы Одесса действительно была значимым городом, туристической отраслью, мы всячески пытаемся помочь. Есть следующий звонок, и поэтому очень быстро. Вот эти вот сейчас разговоры по поводу возможной потери Евро-2015, я имею в виду Евробаскет, вы как-то струничаетесь с этими ребятами для того, чтобы подключиться, помогать? Это скорее вопрос к департаменту культуры. К департаменту, это не ваш вопрос, понятно. Звонок, добрый вечер, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я поздравляю вас с наступающим летним сезоном, с солнышком, с теплом. Ну, вот какая проблема. Мы сегодня заняли мои друзья из Болгарии с паникой. Вы там живы? Потому что у нас пришел слух, что вас объявили Одессскую республику, и у вас уже тоже военные в городе. Так вот, я хочу сказать одну вещь, очень простую, от имени очень многих одесситов. Пока в Одессе не будет покончено на Куликовом поле с палаточным безумным городком, поток туристов уменьшится в тысячи раз, в сотни. Люди не поедут сюда. Это элементарный страх. Люди не хотят ехать в город, в котором неспокойно. А эти люди приносят очень большую смоту. Люди боятся на улицу выйти. Они ведь видят, что происходит в Донецке, что происходит в Слово. Понятно. Ваше мнение понятно. Спасибо большое. Вопрос будет? Алло? Ну, в любом случае, благодарим за мнение. Скажем, ну, давайте попробуем все-таки мнение одесситки в вопрос как-то переформулировать. Вот, допустим, приезжали яркие запоминающиеся примеры белорусы. Они приезжали, они знали об этом, скажем, палаточном городке на Куликовом поле? Или речь идет об общей информации об Украине? Речь идет об общей информации. Дело в том, что они, естественно, проезжая по городу, они все это видят. Но это настолько точечно и локально, то, что происходит у нас, что больше это раздувание проблемы, на самом деле. В Одессе такого нет. То есть это не происходят никакие убийства, не происходят грабежи никакие. Не нужно раздувать проблему там, где ее нет. Слава Богу, пока что нет. К этому всему. Насколько вы оцениваете как профессионал? Смотрите, россияне не скрывали, что они вкладывают сумасшедшие деньги в Сочинскую Олимпиаду, в том числе для того, чтобы оттянуть туристический поток, собственно, черноморский туристический поток. Часть украинского и часть грузинского перетянуть на себя. Насколько после Олимпиады Сочи стала серьезным конкурентом? Ну, на самом деле Сочи стала конкурентом в связи с тем, что там отстроены какие-то новые улицы. Ну, там вся инфраструктура, отели, это мы все понимаем. Это да, в любом случае. Но поток туристов, который направлен на Одессу, я думаю, он не иссякнет никогда, потому что Одесса вне конкуренции. Одесса сама по себе красавица, это же мчужина у моря. И это самый лояльный в плане денег, то есть достаточно доступные курорты у нас. Мы о каких курортах говорим? О самой Одессе или о пригородах Одессы? Скажем, та же Затока, там Белгород-Днестровские районы части, там еще. Ну, что не скажешь, все в любом случае дешевле, чем Сочи, поверьте. Ну, логично, всегда было дешевле, чем в Сочи, дешевле, чем в Крыму было у нас. И ничуть не хуже. То есть уровень обслуживания у нас действительно высокий. У нас есть достойные отели, у нас есть достойные рестораны. У нас на любой вкус и цвет, пожалуйста, хочешь ты пообедать подешевле, приходите к нам, мы вам расскажем, где. Хотите что-то получше, что-то поинтереснее, более высокого уровня, приходите к нам, мы вам опять же расскажем, где это можно сделать. У нас есть все. В Одессе есть все. У нас есть выбор. Скажите, приятно еще, приятно, ну, мы знаем, что Беларусь, большие друзья Российской Федерации, приятно было услышать, что приехали все-таки ребята из Беларуси для того, чтобы выяснить, как тут с туристическим сезоном. Подобного шага от россиян не слышно, не видно? Пока нет. А может быть, вы как-то интересовались, там приглашали их для того, чтобы... Смотрите, мы всегда сотрудничаем с другими туристическими информационными центрами других городов. Мы поддерживаем с ними связь и, конечно же, мы налаживаем контакты. Мы переписываемся, наши отношения ничуть не ухудшились. То, что в плане сотрудничества, мы не обсуждаем какие-то политические моменты, да? Мы готовы продолжать сотрудничество. В данной сфере не видно смысла. Но шаг вперед в плане приезда сюда в Одессу пока что такого не было. Мы будем стараться. Мы будем стараться со всеми быть в хороших отношениях для того, чтобы все-таки Одессу поддержать и не выйти с туристическим сезоном в ноль. Ну, нет. Я уверен, что такого не будет. Просто можно заработать меньше, чем ожидали. То есть, я надеюсь на это... Я не имею в виду даже вопрос заработка, да? То есть, наше предприятие, оно не коммерческое. Мы не направлены на заработку. Нет, я имею в виду в целом для региона. А вот бизнес, да, да, немножко страдает. Но в целом для региона, потому что это же наши земляки, это наши люди, которые вместе с нами будут жить зиму. Хочется же, конечно, чтобы сосед рядом жил хорошо. И нам тогда всем тоже будет лучше. Что еще хотелось спросить? И вы наверняка в курсе. В подобной ситуации, далеко не в подобной, я имею в виду в политическом плане, я имею в виду в туристическом плане, в свое время оказались страны бывшей Югославии. То есть, там достаточно долгое время были конфликты. И достаточно долгое время эти конфликты в той или иной мере сдерживали туристов. Там были какие-то шаги предприняты, которые позволяли даже во время военных действий между государствами, вот бывших союзных, все равно привлекать туристов. Вы как-то ознакомливались с их опытом? Может, уже пора думать о его применении? Дело в том, что Департамент культуры и туризма, наш, Одесского городского совета, на самом деле, как проводил определенные мероприятия для привлечения туристов, так и проводит. И ничего нам не мешает абсолютно, ни информационная война, ни, не дай бог, какая-то другая. И будет проводить, и все это будет. Мы, департамент ездит с такой интересной программой, называется «Одесса едет в гости». Тогда, когда певцы, танцоры какие-то, представители малого туристического бизнеса просто приезжают совместно с департаментом в другую страну и показывают, представляют Одессу, как она есть вообще, нашу культуру, чем мы занимаемся. Это очень интересно. И такой вот обмен происходит уже на протяжении нескольких лет. Опять-таки, проведение каких-то пресс-туров, опять-таки, поддержание малого бизнеса в плане разъяснения чего-то там, да, и представление туристов им прямо. То есть нам ничего не мешает, мы все равно будем бороться за нашего туриста, и мы надеемся, что мы выиграем однозначно. А какой он турист одесский? Вот нарисуйте портрет среднего туриста. Вот мы, я говорю честно, я не вижу как бы, вот разные, вот видим там бабушек каких-то с дедушками, явно иностранцев. Почему? Они разные есть. У нас есть, кстати, отдел туризма, рецепшионисты наши, они ведут статистический учет туристов. То есть у нас есть, допустим, статистические данные, сколько туристов приехало, допустим, в прошлом году в наш город, какого пола больше людей приезжает, какого возраста больше людей приезжает. Вот это и интересно. Ну, это в основном от 25 до 45, большинство туристов, вот именно такого возраста. То есть это люди активного возраста. Да, да. Бывают, конечно, круизные лайнеры больше заполнены бабушками и дедушками, да. Они вот на старости лет любители там поездят, цвет посмотреть. Ну, нет, они просто на старости лет могут себе это позволить. Да, а индивидуалы, туристы-индивидуалы, большая часть которых попадает именно к нам, это действительно люди среднего возраста, люди среднего достатка, очень такие активные, интересующиеся всякой вот и культурной жизнью, и какой-то вот более активным образом. А как быстро город ощущает наличие или отсутствие туристов? Я к чему. 1 апреля вот в этом году из-за этой же политической ситуации, естественно, на мой взгляд, очень мудро поступили то, что массовые мероприятия были отменены, то есть значительно была сокращена программа, и тоже я считаю правильно, что провели фестиваль клоунов. Во всяком случае, мне кажется, что все вот в этом году поступили достаточно мудро и разумно, и я как одессит очень благодарен этому. Но тем не менее, это наверняка сказалось, наверняка приехало намного меньше людей, чем даже в прошлом году. Вот насколько город быстро это ощущает. То есть я понимаю, как это ощущает магазин или там точка общественного питания, которая находится в центре города. Вот там за первое-второе число явно продали там меньше гамбургеров, меньше порций того или того. Город как это ощущает? Я могу сказать об отелях, которые это ощущают. Это да, это понятно. Город, как это может ощутить город? Да, к нам меньше, немного меньше приходят туристов, к нам меньше туристов обращаются, но за город я вам ничего сказать не могу. То есть вот эти вот самые поступления, они только, то есть ощущаются где-то, получается, в конце апреля, ощутятся, да, когда поступит меньше туристический сбор? В любом случае у нас туристический сбор оплачивается поквартально, да. То есть сейчас еще не о чем говорить. То есть за счет этого нет никаких штук? Да. Ну понятно, что в данной ситуации не дожирую, будь бы живу и сохранить бы своего туриста. Я понимаю, и тем не менее, всегда есть какие-то долгосрочные программы, какие-то интересные, что-то в городе запланировано, что-то делается из прошлых периодов. Конечно. Рассказывайте. Программа развития туризма на несколько лет вперед, опять-таки, это больше вам расскажут работники департамента культуры и туризма. Мы являемся исполнителем более органов. То есть, подождите, ваше КП находится на Польской, а ваши коллеги находятся, собственно, на Думской. Нет, департамент культуры находится на Екатерининской, 14. А это, собственно, бывший ДК железнодорожников, я правильно понимаю? Екатерининская, 14. А, Екатерининская, 14. Все. Все, примерно собрались. То, был Деребасовский, да. Да, извините, что перебил. Продолжаем. По развитию туризма, я же говорю, вам больше они могут рассказать. То, что мы выполняем какую-то подспорную функцию, да, есть у нас свои какие-то моменты, что мы себе планируем, именно наше коммунальное предприятие, что мы делаем, как мы развиваемся. Это да, то, что в целом туризм, я не буду говорить об этом. Как бы это глобальные такие вопросы. Вроде бы все, топтал по поводу будущего сезона. Во всяком случае, на фазе его наступления, или я еще о чем-то не спросил. А что вас еще интересует? Не знаю. А что вам еще есть? А что у вас есть еще рассказать? Ну, давайте тогда немножко расскажу о нашем предприятии. Что у нас вообще есть, чем мы занимаемся. Кроме того, что мы ходим там, подписываем договора с отелями на уплату туристического сбора, кроме предоставления информации, кроме предоставления скидок в лучшие заведения нашего города, предоставления трансфера, предоставления экскурсионных каких-то услуг, да, мы про школу, вот уже был задан вопрос, да, то есть, что нами... Школа гидов. Школа гидов. Соответственно, сейчас у нас прошло уже два выпуска. Первый уже прошел выпуск. Мы уже выпустили первых своих. Работой обеспечиваете? Конечно. Мы, во-первых... Ну, вот сколько вот после ваших курсов зарабатывает гид? Ну, вот потратил он денег, да, на курсы. Ну, это как он будет работать. То есть, дальше это его индивидуальная радость? Это не его индивидуальная радость. Мы, конечно же, когда к нам обращаются с просьбой провести экскурсию, мы, конечно же, обращаемся к нашим гидам, которые уже прошли обучение. И это правильно, потому что мы знаем их уровень, мы можем вручаться за предоставление качественной информации. Ну, в плане другого, где он там еще будет себя зарабатывать, я же не знаю, не могу бы сказать. Не, ну, я думал, может быть, у вас есть информация. Ну, вот пришел человек, сказал, я там у вас потратил полторы тысячи, вот за месяц их отбил. Очень важно то, что мы, у нас создан реестр гидов-экскурсоводов, который вывешен на сайте Департамента культуры и туризма. То есть, это сайт, на который обычно заходит любой турист, когда выбирает себе либо экскурсию, либо отель, либо ресторан, где ему покушать, да. И, как бы, есть список, есть его фамилия, на каком языке он проводит эту экскурсию, какие экскурсии он проводит. Кроме курсов он получает бесплатную рекламу, по сути. Конечно, да. А сколько заходов, допустим, ну, вот давайте в разгар туристического сезона к вам на сайт? Я, честно говоря, не считала. Статистику не смотрели, интересно было бы? Не интересно. Ну, интересно было, теперь уже точно интересно посмотрю, однозначно, да. Не сочтите за вредность. Хорошо, у нас осталось буквально пару минут, еще раз, как с вами связаться. Понятно, что вы находитесь на Польской 10, еще какие... Польский спуск. Польский спуск 10, да, я прошу прощения. Понятно, что есть сайт в интернете, который можно найти, и остальные ваши координаты. Наши телефоны 725 1717 и 725 0707. Также вы можете получить дополнительную информацию на мобильном приложении, который можно скачать для андроида или для айфона, называется он путеводитель по Одессе. Там есть и наши контакты, и вся информация об отелях, о ресторанах, о мероприятиях, происходящих в нашем городе. Там есть полный спектр, полная информация. И вы, собственно, эту всю историю поддерживаете. Конечно. Ну что, господа одесситы, в гостях у меня была Ирина Тымах, потрясающий человек, который в этих всех условиях будет бороться за нашего с вами, как она метко выяснила, туриста. Я надеюсь, что он будет не один, их будет много. Ира, большое спасибо, что нашли время, пришли прийти к нам в эфир. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь ненадолго, небольшая реклама. И следующая интересная встреча с одним из, поверьте, ярких людей этого города. Марк — это тот активист Евромайдана, который на сегодняшний день во многом занимается блокпостами. Я знаю, что эта работа ведется недавно, и у многих есть разные вопросы. Вот после рекламы вы сможете их задать. Ирочка, я с вами прощаюсь, спасибо вам, уважаемые телезрители. До скорого.